Привет всем любителям посылок из Китая. Вот получил очередные три посылки. Сейчас будем смотреть, что здесь у нас. Начнем с большего. Это, по-видимому, картина для выкладки. Сейчас посмотрим. Запечатано, было упаковано полиэтиленовый пакет в середине с пупырышками. Картина имеет вот такой вид. Опять картина загнулась из-за неправильной упаковки. Продавец сэкономил. Обычно продавцы картины наматывают в трубочку. Когда она идет, нет вот таких вот заломов. А здесь идет залом. Это не критично. При выкладке залом исправится, но тем не менее. Вот такая вот картина. 9 цветов. Вот сами стразы. Стразиков много. Обычно их всегда хватало. Процентов 15-20 остается всегда. Так что не переживайте. Всегда хватит их. Вот у нас стразы. Вот набор инструмента для выкладки. Пинцет. Я им не пользуюсь никогда. Вот пакетики положил нам продавец, чтобы мы сюда ложили стразы, которые останутся. Но пакетов 5, стразов цветов 9. Опять сэкономил наш продавец на пакетиках. Здесь идет у нас контейнер для стразов. Вот такая вот ручка. Удобная. И силиконовая пластина. Мы берем здесь на ручку силикона. Потом берем стразы. И вперед выкладать соответственно цветов. Картина у нас идет вот защитная плюночка, которую мы сдираем. Здесь клейкая основа. И вперед выложивать. Таблица есть у нас. Вот таблица. Судя по таблице, мы будем смотреть, который цвет чему соответствует на картине. И соответственно на пакетиках вот они пронумерованы. цвета. Номерки наклеены. Так что не перепутаем. Вот так. После выкладки картина приобретает вот такой вот вид. Это готовая картина. Предыдущая, которую я получил. Вот она в готовом виде. Вот. Можете сравнить. Это до и это после. Вот такой вот вид она приобретает. Так, с картиною мы разобрались. с картиной мы разобрались. Переходим к следующей посылке. Вот такая вот посылка. Здесь, я так думаю, должен быть чехол к мобильному телефону. но сейчас посмотрим. Обычный пакет. Конверт бумажный. В середине с пупырышками. Вот пришел такой чехол для мобильного телефона. Вот такой он имеет вид. здесь для камеры. Открываем. Здесь у нас такая прокладка для держания формы. Вот здесь чехол пластмассовый для держания телефона. вот такая вот получается у нас. Здесь на магнитику закрылась материал. Не скажу, что это кожа. Что-то напоминает ткань какую-то. Судя по описанию, продавец писал, что это кожа. но не могу сказать, что это кожа. Вот такой вот чехол. Чехол для мобильного телефона. И еще одна посылка у нас. Стикер. Это по ходу светоотражающийся скотч. Ну, сейчас посмотрим. Да. Это у нас светоотражающаяся пленка. 5 метров длина. Ширина 5 сантиметров. Вот такая вот пленка для того, чтобы в темное время суток выделиться или на дороге, или еще где надо. Вот она такой имеет вид. Сейчас ничего не скажешь про нее, но тем не менее она такая. Вот она у нас отклеивается. Куда надо приклеиваем. Имеет вид суток. Должна работать как обычные катафоты. Скажем так. Вот такая светоотражающаяся пленка пришла нам из Китая. Вот такая пленка. На сегодня все. В принципе, вот такие у нас посылки пришли. Пленка, чехол, картина. На сегодня все. До следующих встреч, до следующих посылок.